Керченская десантная операция на Керченском полуострове в период с 26 декабря 1941 года по 20 мая 1942 года. 26 декабря 1941 года развернулась первая в истории отечественной морской пехоты Керченская феодосийская десантная операция советских войск. Это позволило красноармейцам оттянуть силы врага от Севастополя и сорвали план захвата Тамани и продвижения на Кавказ. Операцию по захвату Крыма гитлеровцы начали 18 октября 1941 года и к 16 ноября весь полуостров, кроме Севастополя, был оккупирован. Командовал 11-й армией вермахта генерал от инфантерии Эрих фон Манштейн, который стянул большую часть сил к городу, оставив одну пехотную дивизию для прикрытия района Керчи. Это позволило советскому командованию нанести ответный удар объединенными силами Закавказского фронта и Черноморского флота. Целью Керченской операции было овладение Керченским полуостровом и создание условий для освобождения всего Крыма. Изначальный план предполагал взятие восточного побережья Керченского полуострова с будущим наступлением на запад за 11 дней. Однако штаб Закавказского фронта разработал дополнительный план, утвержденный Сталином 13 декабря. Также предполагалось высадить морской десант в Феодосийский порт, авиадесант в районе Владиславовки и вспомогательный морской десант в районе Арабата и Акмоная. Цель состояла в овладении Акманайским перешейком и нанесении удара в тыл Керченской группировки противника. При удачном исходе гитлеровцы должны были быть окружены. Керченская феодосийская операция осталась в истории как одна из наиболее масштабных десантных операций, которые проводились в ходе Второй мировой войны. В советской историографии она упоминается как крупнейшая десантная операция Советского флота. Соотношение сил и средств вначале было на стороне Красной армии, которая превосходила противника в числе солдат и офицеров более чем в два раза, в артиллерии и минометах почти в три раза, и в боевых самолетах в два с половиной раза. Исключение составляли танки. К тому же в Черном море господствовал Черноморский флот. Операция началась 26 декабря. Спустя сутки часть десантных смогла занять небольшой плацдарм, а к 30 декабря на Керченский полуостров высадились более 17 тысяч человек, 9 танков, более 280 орудий и минометов. Для захвата аэродрома в районе Владиславовки выбросили воздушный десант. С боевых кораблей Черноморского флота производилась высадка десанта в районе Феодосии. В ходе боев освободили Феодосию, однако противник сумел тайно оставить Керчь. В течение 31 декабря Черноморский флот доставил в Феодосию остальные войска 44-й армии, и немцы были вынуждены спешно перебрасывать войска из-под Севастополя. К началу 1942 года, кроме немецких и румынских войск, там действовали 76-я немецкая пехотная дивизия и румынский горно-стрелковый корпус. На подступах были еще две пехотные дивизии. В связи с усложнившейся обстановкой 2 января войска Красной Армии перешли к обороне. Несмотря на начальный успех, операция закончилась крупной неудачей. Все три советской армии были разбиты противником. Общие потери составили более 300 тысяч человек, а также 1100 орудий и 250 танков. Немцы потеряли всего 10 тысяч человек. Операция сыграла важную роль в обороне Крыма и Кавказа, но она тяжело сказалась на судьбе осажденного Севастополя и облегчила нацистской Германии наступление на Кавказ. А водица той и ночью На редкость была холодна И штормила и зря И не было видно ни сгиб Ни единой звезды в небесах Ни упругого дна Лишь соленые брызги в лицо До заряды пурги Равнодушно следя Как в борта ударяет волна Из промокшей цигарки Глотая удушливый дым Как бы сам про себя Бормотал пожилой старшина Нам бы лишь уцепиться за край А тогда поглядим И пускай мне быть и может Сегодня никто не поверит Но во мне эта боль До последней черты не утихнет Сколько нас, вопреки всем законам Ступивших на берег Позавидуют тем Кто его никогда не достигнет Непроглядную мглу Рассекли пулеметные трассы Ослепили нас белые лезвия прожекторов И обрушились тонны свинца На плоты и баркасы И стальные осколки Вонзились в борта катеров Но уже уцепились За мокрые камни штрафбаты Хоть сырые бушилаты Стремительно сковывал лед И сквозь гул канонады И крепкого русского мата Разобрать можно было Одно только слово вперед Клокотала вода Под неистовой лавой стальною Правый борт заливала На вылет прошитый снарядом И холодное солнце Вставало за нашей спиною И смотрел на него старшина Не мигающим взглядом Как-то так незаметно Подкралась и круглая дата Жизнь умчалась вперед На обочину выбросив нас Но опять ветерок Вздыбив белую пыль Митридата Как полвека назад Мне слезу высекает из глаз А вокруг тишина Будто не было здесь поля брани Лишь у старого дота Опять гомонят пацаны Только каждой весеною Земля обнажив свои раны До сих пор из себя Исторгает железо войны Где ж вы, братцы мои Хоть один отзовитесь из мрака Как живые встают пред глазами Знакомые лица Ах, как страшно бывает Не только лишь перед атакой Но и годы спустя Когда все это только приснится Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok